Они подошли вот туда, не надо заходить, и проваливались. Но они там у меня, у меня в бедошок попадал в дом. У меня лучше он варит, дошла в дом, и он лежал на полу. Я его взяла за руки и вышла на улицу. Расскажи, как? Никак. Четенька пошла за водой. Она закрывали? А была зима. Она пила чай, горячий, стянулся, и она стала потолкнула ногой и проваливалась. А никого нет, рабочий тень. Сидела с маленькой сестрой дома, и бабушка загорелась. Как загорелась? Ну, от плитки. Платье загорелось, и начало пламеньем гореть. Я услышал крики, и вышел, и она горела. Она где была? Она, ну, в квартире была. У нее. С соседей. У соседей. Так, ну, я забежал в дом, взял ведра с водой и вывел на нее. Ну, не знаю, сам себя не могу сказать, что я герой. Со стороны других, может, и считай, что я герой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все началось с моей мамы. Нашла страничку ополченца, которая нуждалась в помощи. И предложила поехать. Мы ездили к нему. Пописали нашим депутатам. Они показали помощь. И я думала, что уже много таких продуктов. Никто им не помогает. В наших госпиталях поначалу не было даже зеленки. И марли они стирали. Повторные сгоды. Вот. Поэтому мы начали помогать. Собирали деньги. Хоробки делали. Продили за мной. И просто просили деньги. Мы собирали деньги. Покупали медикаменты, продукты. Пекли пироги разные. И не слипомогали. Скажи, а ополченцы как на это реагировали все? Ну, так приятно, когда они улыбаются. Спасибо.